Привет! В этом видео я вам расскажу, как можно приготовить 5 очень вкусных и бюджетных салатов. Первый салат, о котором я вам расскажу, можно приготовить за 10 минут. И еще я вам расскажу, как можно подать его красиво. Перец необходимо будет нарезать на небольшие кубики. Чем меньше кубики у вас получится, тем лучше. Крабовые палочки тоже необходимо нарезать мелко. Яйца, отваренные вкрутую, можно накрошить при помощи ножа. Я использую специальную форму. Для этого салата и зелени я выбрала зеленый лук. Его я просто мелко нашинковала. Соединяем все ингредиенты вместе и добавляем йогурт. Когда салат перемешаете, его можно подавать к столу. Сейчас я вам расскажу, как можно этот салат красиво подать. Берем для этого овощечистку и огурец. Срезаем несколько слоев вдоль огурца, пока у вас не получатся широкие ровные пластины. Далее берем кольцо для салата и кладем на тарелку. В этом кольце размещаем огурец, как у меня показано на видео. Огурец необходимо расположить плотно кольцу, чтобы салат не потерял форму при подаче. Затем выкладываем в форму салат и немножко утрамбовываем. Когда салат положили, снимаем кольцо. И в завершение можно украсить сверху зеленью. Если вам понравился рецепт, оставьте лайк и комментарий под этим видео. Готовьте на доброе здоровье! А сейчас мы с вами переходим к приготовлению второго салата. Для этого салата можно использовать пекинскую капусту, либо салат айсберг. Я выбрала салат айсберг, его я мелко нашинковала. Огурец для этого салата необходимо мелко накрошить. Затем из консервированной кукурузы необходимо убрать жидкость и добавляем ее ко всем ингредиентам. Добавляем к этому салату соль и перец по вкусу. И заправляем этот салат греческим йогуртом, либо майонезом. Когда салат перемешали, его можно подавать к столу. Приятного вам аппетита! Этот салат я люблю кушать и готовить с детства. Для его приготовления нужно всего 4 ингредиента. Сыр, морковь, чеснок и майонез. Сыр и морковь необходимо будет натереть на крупной терке. Для этого салата я буду делать домашний майонез. Для этого чеснок я разрезаю на несколько частей. В стакан блендера я наливаю растительное масло, добавляю горчицу, чеснок, яйцо и сок лимона. Затем коронку блендера я ставлю на желток и взбиваю в течение 2 минут. И майонез готов! Перекладываем натертые ингредиенты в салатницу. Затем чеснок для салата натираем на мелкой терке. Потом добавляем к салату майонез и перемешиваем. И салат готов! Можно подавать его к столу. А этот салат нравится и взрослым, и детям. Для его приготовления нам потребуется всего 3 ингредиента. Сладкие яблоки, свекла и сметана. Яблоки просто нарезаем на небольшие кубики. Свеклу отвариваем в подсольной воде до готовности. Ее также нарезаем на небольшие кубики. Соединяем все ингредиенты и заправляем сметаной. Когда салат перемешали, можно подавать его к столу. Желаю всем приятного аппетита! Буду ждать ваши лайки и комментарии. Расскажите, как вы готовите такой салат. И пятый салат для вас. Салат с тунцом и огурцом за 15 минут. Для этого салата яйца также необходимо отварить вкрутую. Огурец для салата нарезаем на небольшие кубики. Яйца можете накрошить любым удобным для вас способом. Я в этот раз использовала кружку. Консервированные тунецы разминаем вилкой. И потом делаем заправку для салата. Соединяем вместе оливковое масло, сок лимона, соль, перец. По желанию, вы можете добавить 1 чайную ложку дижонской горчицы. Когда соус готов, можно собирать салат. Первым слоем выкладываем огурец и немного его утрамбовываем. Поливаем огурец заправкой. И вторым слоем выкладываем тунец. Тунец также необходимо немного утрамбовать, чтобы он у вас не развалился при подаче салата. Тунец тоже поливаем заправкой. И третьим слоем идут яйца. Снимаем кольцо аккуратно салата. И нам остается только украсить салат. Для украшения я выбрала помидоры черри и зеленый лук. Подписывайтесь на мой канал и включайте уведомления о моих новых публикациях. Желаю вам крепкого здоровья и приятного аппетита!